Ряд кандидатов, которые участвуют в местных выборах 20 мая на должность генерального примара муниципия Кишино, говорят, что если будут избраны на эту должность, превратят столицу в европейский город с зелеными насаждениями, современной инфраструктурой и общественным транспортом, где жители будут иметь благоустроенные дворы и будут жить в тишине и покоя. Избирательные программы четырёх кандидатов, включённых в гонку, были представлены в ходе публичных дебатов «Прошу выбрать меня примаром, потому что…» Кандидат от либеральной партии номер пять в избирательном бюллетене Валерий Мунтяну отметил, что хорошо подготовился для этой должности. Баллотируется для того, чтобы продолжить борьбу за демократию, чтобы жители города имели лучшую жизнь. «Я единственный свободный кандидат. Был примаром и имею опыт в управлении местными делами. На этих выборах главное, чтобы жители были активными и оставили страх в стороне. За моей спиной стоят жители, которые знают, как отбирать зёрна от плевел и смогут выбрать между теми, кто приходит, чтобы представлять их интересы, и кем-то, кто приходит, чтобы заниматься политикой». Кандидат от политической партии «Платформа достоинства и правда» номер два в избирательном бюллетене Андрей Настасия. Сказал, что если будет избран примаром, продолжит реализовывать хорошие вещи, начатые Дарином Киртуаке, но исправит и те, которые тот не смог сделать. Кандидат утверждает, что имеет поддержку двух политических партий, и это даёт надежду на поддержку проевропейского электората. «Я показал в прошлом, что люблю эту страну, этот город, боролся за государственные средства и участвую в выборах вместе с командой профессионалов, которые смогут превратить Кишинеу в другой город, в поистине европейскую столицу с современной инфраструктурой. «У меня лучшая программа, которая направлена на улучшение условий жизни граждан. Я человек, который имеет способности, мужество и силы, чтобы изменить жизнь людей к лучшему». Кандидат от партии «Наш дом Молдова» номер три в бюллетене для голосования Александр Рожко отметил, что город устал от политиков и лжецов, которые делают всё, чтобы вытащить как можно больше денег из людей. По его словам, город задыхается от проблем. «Мы живём в то время, когда власть нам говорит об успехах, а народ голодает и даже сводит счёты своей жизнью, доведённой до высшей степени угнетения и нищеты. А когда народ пытается объединиться вокруг этих проблем против антинародного режима, власть подкидывает ему отвлекающие приманки, такие как название языка, вектор развития страны, какая-то мифическая униря и так далее, и те, кто вчера ещё был готов плечом к плечу объединиться в борьбе против антинародного режима за свои права, становятся врагами и начинают обсуждать то, что, на наш взгляд, не является первостепенными задачами. Властью вводит внимание народа от внутренних проблем, таких как тарифы, цены, дороги, безработица, вырубка парков и так далее. Народ устал от лживых обещаний сытых политиков и чиновников, которые только и думают о том, как бы выкачать из народа ещё побольше денег, подняв тарифы или столкнув их лбами на геополитической почве, украсть очередной миллиард. Кандидат от партии «Демократия дома» первый номер в избирательном бюллетене Василий Костюк отметил, что в ходе этих выборов гражданам следует передать сообщения, которые обратят их внимание на то, насколько важной является столица для европейского будущего Республики Молдова. Эти выборы являются важными для жителей, которые ждут дороги, транспорт, инфраструктуру, ждут сигнал того, что власть может быть изменена. Моя программа предусматривает прозрачную премарию с видимыми результатами, разработку генерального градостроительного плана города, строительство нового здания премарии и многое другое. Всё это можно реализовать в течение года. Я один из тех, кто может работать свободно. В премарии нужны люди с железной волей. Я сделаю так, чтобы граждане участвовали в принятии решений на уровне города. В дебатах подтвердило участие и кандидат от партии «Шор» на пост примара муниципия Кишину Регина Апостолова. Но в день мероприятия сообщила, что не может присутствовать по семейным обстоятельствам.